Теперь давайте рассмотрим еще один интересный момент языка Swift, так называемый Optionals. Константы и переменные могут быть Optional, то есть иметь значение не всегда, и Non-Optional, то есть иметь значение всегда. Обычные константы и переменные, как например вот это, имеют значение всегда, однако в практике программирования существуют случаи, когда требуется переменная, которая в некоторых случаях может не содержать значения, и тогда здесь нам помогут Optionals. Выглядит это вот таким образом. И говорит о том, что переменная MaybeThink может либо содержать некоторые значения типа String, либо его не содержать, и тогда значение будет New. Соответственно, когда мы работаем с обычными константами и переменами, то их значение или значение их полей, как это, например, работает с классом UIView, мы получаем через точку. Как это применимо во многих языках? Однако, когда мы говорим об Optional, мы не можем получить напрямую значение, потому что, строго говоря, Optional есть некоторая структура обертка над типом. И вот такая запись есть синтаксический сахар для этой специальной структуры. Эта запись эквивалентна вот такой. Поэтому для того, чтобы извлечь значение переменной или значение ее полей, например, поля Frame, мы можем воспользоваться одним из двух вариантов. Первый вариант с проверкой. С помощью записи в обратительный знак точка. Когда мы используем такую запись, мы достаем значение с проверкой на то, присутствует ли это значение или нет. Если переменная не содержит значение, то есть содержит New, то результатом этой операции также будет значение New. Если же значение присутствует, то мы его получим обернутым в Optional. Можно пойти другим путем. Вариант без проверки. С помощью записи в ответственный знак точка. Если значение в этой переменной есть, то мы получим его как Non-Optional, без оборачивания его в структуру Optional. Иногда это полезно, когда вы хотите получить значение и не хотите больше работать с Optional. Такой подход называется Force Unwrapping Optionals или своего рода силовое разыменование Optionals. При таком подходе мы говорим компилятору. Мы знаем, что мы делаем. Там действительно есть значение. Просто дай его мне. Почему такой подход в целом плох, несмотря на то, что есть случаи, когда он просто необходим? Давайте рассмотрим на примере. У нас есть два объекта класса UI View. Один из них не будет содержать значения и будет содержать New. Второй будет содержать некоторые значения. Теперь, когда мы попытаемся получить значение поля Frame через операцию разыменования с проверкой, то в первом случае мы получим New, так как мы проверили наличие значения и его там не оказалось. Во втором случае, так как там есть значение, мы его получим обернутым в Optional. Однако, если мы попытаемся Force Unwrapping это дело, тогда в первом случае мы получим Runtime Crash, приложение, с которым ничего не сможем сделать. Приложение у пользователя аварийно завершится. Во втором случае, мы получим значение Frame в чистом виде, без Optional. Поэтому нам нужны подходы для того, чтобы получать значение и по возможности не получать Runtime Crash. Поэтому это так или иначе влияет на восприятие нашего приложения пользователем. И первое, что нам в этом поможет, это конструкция E-Flat. Если View это Optional View, то внутрь ветвления мы попадем только если там есть значение, и внутри ветвления переменная View уже не будет Optional. Конструкция достаточно проста. Теперь, возвращаясь к нашему примеру с двумя Optional, в первом случае, внутрь ветвления мы не попадем, так как во View 1 у нас лежит Nil. А во втором случае, мы получим разменование значения, пригодное для дальнейшего использования, в константу View 2. Сразу хочу отметить, что это самый лучший подход в части работы с Optional, потому что здесь вы и проверяете на наличие значения, и получаете значение, очищенное от Optional. Когда вы делаете переменные Optional, крайне важно проверять на наличие значений. Примерно в таком же виде можно использовать и конструкцию Word. Что очень удобно для проверки и разименования Optionals на входе в функцию. Если значение будет отсутствовать, мы получим ошибку, которую можно обработать, иначе получим валидный фрейм. Здесь еще раз хочется сказать про Golden Path или Happy Path, о котором я говорил чуть ранее, чтобы вместо монструозных конструкций писать более элегантный код. Например, проведенную выше функцию можно было бы написать некрасиво так. Согласитесь, что первый вариант с конструкцией Guard выглядит гораздо более понятнее. В этой части вы узнали, как использовать Optionals. Давайте двигаться дальше.